Всем привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами выкатим в парочку боев Ношхорн, это первая ступень эволюции гриля. Ну а перед тем как мы начнем, хотел попросить бы каждого из вас подписаться на канал, если вы еще не подписаны, и поставить лайк этому видео заблаговременно. Огромное вам спасибо за поддержку моего канала. Итак, почему я сказал, что Ношхорн является первой ступенью эволюции гриля? Дело в том, что это первая ПТшка, которую после штуга 3Г вам необходимо будет качать для того, чтобы добраться до гриля 15. В любом случае стартовать будете со штуга 3Г и потом выбирать куда вы идете. Вы идете к грилю 15-му, либо идете к Ягдерпанзер Е100. Я бы рекомендовал тем, кто качает первую свою ветку ПТшек, все-таки останется выбор на гриле 15-м. Дело в том, что гриль 15 более комфортная машинка в игре, более скорострельная по сравнению с Ягой. Яга, безусловно, более бронированная, но гриль более подвижный. Ну, это мое субъективное мнение. Сегодня рассматриваем ветку гриля, а соответственно будем стартовать с Ношхорна. Итак, Ношхорн. Не вдавая в технические подробности очень углубленно, скажу следующее. Машинка картонная. С кем-нибудь бодаться, входить в какие-то клинчи абсолютно противопоказано. Вас разберут, даже глазом моргать не будут. Что касается его подвижности. Подвижность сейчас посмотрим в бою. От себя отмечу, что я лично подвижностью доволен. Мне ее хватает для ПТшки. Ну, по-моему, нормально. Что касается орудия. Прокачав шестой и седьмой уровень оружия, восьмерку, когда вы открываете себе, вы уже получаете гораздо более комфортное оружие. И в отношении бронепробития, и в отношении урона в минуту, и времени перезарядки. Немножечко там плюс-минус, конечно, вы здесь выигрываете на предыдущем уровне, но несущественно теряете, открывая восьмерку. Пять секунд и три десятых. Ну, по-моему, нормальная комфортная перезарядка для шестерки, для ПТшки. Наносящие 220 урона. И та, которая может навалить 2500 урона на шестом уровне, ребят. Это не девятка, не десятка. Откройте технические характеристики танков десяток, девяток. И вы увидите, что этой цифрой хвастаются преобладающие большинство танков на этом уровне. Некоторые имеют даже меньше. К чему мы говорим? Мы говорим к тому, что имея суммарную прочность в... Ну, это уже с добавлением дополнительного, там, господи, оборудования. Получилось у меня 1060. По факту ровно 1000. При ровно 1000 нанося урона 2500. Таким образом, за минуту мы бы, теоретически, на дальнем расстоянии, можем разобрать 2500 нашхорнов. Но, как мне кажется, довольно неплохо. Итак, ну, я думаю, можно прекращать разговаривать на эту тему. Меньше слов, больше дела. Закатываемся в бои. Смотрим, на что она способна. Так, как я уже говорил, играть будем пытаться на расстоянии, потому что ПТшка, ну, крайне сильно не любит клинчи, крайне сильно не любит близко схлестнуться с врагом. Это все-таки ПТшка такая дальнего действия. Будем очень надеяться, что наши СТшки немножко просветят перекаточку вот эту. Возможно, мы кого-то и спасибо большое. Очень люблю, когда меня подталкивают. Слава богу, хотя бы в этот момент я не стрелял. Так. К сожалению, не пробили. Успеем поймать? Нет. Успели поймать. И... И на этом все. Жалко, первый шот прошел без урона, так было бы два шота с уроном. Ну, ребятки, подсветите, сам-то себе не подсветишь. Не хочется остановиться за кустик. Я пока без засвета. Дело в том, что за этим кустом очень часто становятся ПТшки, те, которые кого-то простреливают на перекатке там. И я, допустим, очень сильно люблю, и вам, в принципе, советую, играя на том респе, вот даже просто наугад кинуть один шот по этому кусту. Вот просто на случайность, знаете. А сам предпочитаю не остановиться за этим кустиком, дабы такой же, как я, игрок, чего-нибудь мне не прислал в подарок. Так, вот мы засветились. Дадим по Хейлсингу? Нет, не дадим. Так, я думаю, что нам надо немножко продвигаться вперед. Счет 1-1. ТТшки наши плюс-минус разменялись. Так, ТВ-5-58 отстрелялся. Конечно, горит. Пожар потушен. Есть пробитие. Тайп-58 вражеский явно будет сейчас пытаться куда-то отковылять в сторону, дабы не нахвататься. Ну, не успел, беднянку. Да, вот, вы знаете, стрелять все-таки без полного сведения на этой пушечке не совсем комфортно. Все-таки вот такие, знаете, постоянные улеты в сторону, ну, они довольно часто встречаются. Ну что, мы можем сказать большое спасибо команде, с которой мы играли. Безусловно, без них ничего бы не получилось, тем более с таким разгромным счетом. Все ребята молодцы. Мы не сильно поднялись вверх, но это правда жизненно шхорно. И особо на этом танчике набивать прям вот прям совсем набивать не получится. Но своих полтысячи опыта мы собрали. А, я же сейчас не могу посмотреть, сколько надо на ST и миля, но, в принципе, по полтысячи по тысяче, да плюс еще там с двойными. Ну, честно говоря, я вот, допустим, прокачал гриля уже на нескольких аккаунтах. Дай бог, по-моему, то ли на четырех, то ли на пяти. И, честно говоря, ни разу мне не приходилось использовать свободку для того, чтобы прокачаться до гриля. По одной простой причине, потому что и так, в принципе, комфортно. Так, ну, сейчас посмотрим, куда нам катнуться. На стандартную линию ПТ не хотелось бы становиться. Бункер, как правило, все знают, что там ПТшки. Я вот не очень сильно люблю быть абсолютно полностью предсказуемым. Иногда хочется немножко что-то поменять. Вот видите, вот ФВ-шечка, допустим, поехала у них не на линию к ТТ. А Хеллкет решил особо не заморачиваться. Ай, действительно, зачем? Стой себе, жди, пока тебе просветят. Правда, все знают, что ты там. Так, вопрос другой. Так, ну что будем делать, братцы? Даже я не знаю, куда бежать, кого стрелять. Так, катаюсь, катаюсь, сейчас победим. И далее себе навешиваю на шее, буду радоваться. Сейчас попробуем немножко с тыла. А, вот и хоро. Ну, давай с тобой поперестреливаемся. Попадание. Промиссия. По-моему, этого достаточно. Все-таки брони у нас не касалось совсем. Ну, здесь я слил. Здесь я слил, здесь я виноват. Абсолютно признаю свою неправоту. Что-то я все-таки психанул, выдержки немножко не хватило. Сейчас бой закончится, попробуем еще одну катку сыграть на этом танке. Ну, в оправдание могу сказать только одно. Я не являюсь статистом, я не заморачиваюсь над тем, насколько сильно там, какой танк бронирован. Я просто выезжаю, воюю, пытаюсь всем как-то где-то втащить, навалять. Не знаю, насколько это правильно. Возможно, статисты и люди, которые более углубленно изучают всю теоретическую и материальную часть танчиков, они меня поддержат в этом, наверное, не поддержат абсолютно. Ну, я лично считаю, что играй как умеешь, получай удовольствие. Мне кажется, это самое главное. Сейчас попробуем еще одну каточку зайти на Нушхорне. Так, ну, результаты боя даже смотреть не буду. С одной стороны стыдно, а с другой стороны... Быстрее бы в следующий зайти. Сейчас постараюсь немножко больше выдержки проявить, немножко больше посейвиться, так, чтобы не слиться так, как в предыдущем бою. Не знаю, насколько у меня это получится. Так, точку С уже начинают потихоньку брать. И сапы потихоньку высвечивают. Бежать, 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 бежать! Мне светиться ни в коем случае нельзя. Есть попадание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не знаю, успею ли я здесь перекатиться. Так, ну вот хоть что-то, но нас осталось двое. И что-то мне подсказывает, что эта ситуация ничем вкусным не пахнет. Пытаемся забиться куда-нибудь в угол. Надеяться на то, что с тигриком хоть что-то сможем. Вот так вот засветили меня. Т-25. Есть. Так, ну, ребят, это шанс. Это шанс. Призрачный, но шанс. Десять секунд до ускоренной перезарядки. Эх, поторопился, поторопил за я. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Блин, ну шо ж такое-то, а? Ай, как обидно. Ай, как обидно. В принципе, это шансы были. Ну, увы. Ну что, вот результаты боя. 1200 нанесенного урона. Три фрага. Всему огромная благодарность скорости перезарядки этого оружия. Ну, если бы пушечка была немножко более калиберная и, соответственно, больше бы выдавала за один шот, ну, показывал бы себя, конечно, Ношхорн немножко получше. Мы заняли второе место по урону. Я не могу сказать, что мы там наколбасили прям совсем-совсем, потому что третье место 900. Ну, все-таки на 300 единиц с копейками больше. Тигр наш, конечно, красавчик, молодец. Но вот обратите внимание на то, с каким результатом победила команда врага. Они победили с максимальным уроном, который меньше, чем мое второе место в нашей команде. То есть, в принципе, мы отыграли это получше, чем они. Да, не хватило просто вот времени по захватам, по отвлечению врага. И, соответственно, долговато, честно говоря, мы в этом ангаре возились с теми врагами, которые там были. И немножко побоялись выезжать на тяжиков, которые там стояли где-то в укрытиях. Что я хочу сказать? Вот такой вот он Ношхорн, вот такая вот первая ступень эволюции гриля. В любом случае, если вы хотите гриль получить, вам либо придется за свободку проходить этот танк, либо самим отыграть весь необходимый опыт для открытия СТ Эмиля. Я бы рекомендовал все-таки второе, потому что, в принципе, вся веточка, как я сказал, она не является крайне сложной для прохождения. Да, она немножко долговатая. Да, вас будут периодически вот так вот расколбашивать и отправлять в ангар. Но все-таки это гораздо комфортнее, чем на многих других ветхах танков. Спасибо вам большое за просмотр. Возвращайтесь на канал, поставьте лайк этому видео и подписочку оформите, если вы еще этого не сделали. Ну, до встречи в боях. Приятного. Кайфуйте, играйте в World of Tanks. Субтитры сделал DimaTorzok